приветствую вас друзья недавно на барахолке я купил вот такой вот нож интересный на мой взгляд и сразу было очень много комментариев по большей части довольно скептических то есть кто-то там писал что покупка лишняя что цена дорогая напоминаю что я купил этот нож за 70 евро вот а кто-то писал просто что это китайская подделка и поскольку было довольно большое количество комментариев посвященных именно этому ножу во-первых большое спасибо всем кто оставил свои комментарии и тем не менее я решил сделать еще раз видео которое посвящено будет непосредственно этому ножу потому что я немножко поискал в интернете информацию по этим ножам вернее такого типа что это откуда это где это было сделано кем это было сделано и не сама с помощью своего друга романа нашел информацию по этому ножу кстати у романа тоже есть канал на ю тубе называется барахолка не только как разбогатеть он мне очень помогает вернее нам это руку помогаем и вообще в принципе работаем вместе то есть каком смысле вместе мы вместе ходим по барахолкам я в принципе рекомендую если кто-то из вас занимается тем же самым то есть что и я то есть ищет какие-то там интересные вещи на барахолках то это лучше всего делать вдвоем но не в том смысле что что нужно как говорится как привязаны друг за другом ходить а мы в как я вам расскажу как это мы делаем то есть мы заходим на барахолку там мы разделяемся и потом если кто-то из нас находит какую-то интересную вещь или кому-то нужно или как кому-то какие-то сомнения есть это вопрос мы другом связываемся встречаемся где-то пересекаемся обсуждаем и решаем там это помогает допустим допустим ваху входит такой rush начинает и ну это помогает бывает что удержаться от ошибки как говорится 1 голова хорошо 2 лучше вот поэтому в принципе ну как мы работаем в основном вдвоем и в этот раз его с его помощью я нашел информацию по этому ножу поэтому рекомендую вам его канал ссылка будет в описании под видео а я впереду что же это за нож такой то есть сразу вам скажу что этот нож был сделан не в европе но и не в китае сделан был данный нож мы сейчас может быть немножко удивитесь но по той информации что мы нашли с романом сделан данный нож в пакистане вот такая вот информация то есть хотя я так предполагаю что может быть но не что клинок сделанный в китае но не совсем я в этом уверен почему я вам сейчас расскажу почему пакистан то есть если кто не знает я как-то сам читал в одной книге не помню в какой что в пакистане очень сильно развито именно такое кустарное оружейное производство то есть там очень много таких кустарей одиночек которые делают огнестрельное оружие и холодное оружие такие есть мастерские там как бы очень большое разнообразие именно такого вот кустарно изготовленного оружия разнообразного в принципе как бы рай для коллекционеров этой тематики и этот нож судя потому что мы нашли в интернете тоже был сделан в пакистане как я понимаю в одной из таких оружейных мастерских то есть перед нами таком в чистом виде такой так называемый handmade то есть вещь единственное своем роде потому что мы нашли несколько еще ножей с одинаковым клинком но с разными рукоятками то есть в этом случае ну на мой взгляд это рукоятка это скорее всего похоже может быть на рок какого-то животного здесь такая латунная вставка то есть реально нож смотрится прикольно во первых очень удобно лежит в руке я конечно небольшой спец по холодному а клинковому оружию но именно такой своей хищной красотой привлекает внимание как я уже сказал говорится вот такой вот ножик не зная наверное действительно его купил дороговато может быть для барахолки дороговато потому что в принципе но в другой страны это вот такая вот вещь которую я думаю украсть любую коллекцию собирателя холодного клинкового оружия потому что судя по длине это уже приравнивается именно к холодному оружию то есть если у вас с таким в городе поймает полиция грубо говоря то конечно по головке не погладит потому что видите вот такой вот ножик это уже реально судя по длине клинка это здоровенный такой вообще но это уже оружие скажем так и довольно скажем опасное для сравнения вот помните я как-то на барахолке не не барахолки а в антикварном магазине нашел тоже еще один такой хендмейт только уже более раннего времени такая вот финка по войне то есть 43 год сделано скорее всего было в какой-то там оружейной мастерской в то время по войне и может быть как говорится ну хотя маловероятно что этот нож был в деле скажем так вот но вот видите вот для сравнения просто кладу вам два хендмейдовых ножа один сделан в сорок третьем году советском союзе во время войны а этот сделан в пакистане где в принципе тоже война не прекращается то есть это как бы оба ножа сделаны в зоне боевых действий и поэтому в принципе они несут такую хищную красоту свойственную боевому холодному оружию ну вот такой вот рассказ в принципе если среди зрителя есть какой-то специалист по холодному оружию по клинковому вы можете мои слова как опровергнуть так и подтвердить но все информация к это я нашел как бы говорит о том что это действительно нож сделанный в пакистане они не в китае или где-либо еще ну вот как то так вот теперь мне два ножа таких вот красивых надеюсь это видео вам было полезно она вам понравилась пишите ваши комментарии ставьте лайки если вам понравилось данное видео и не забываем подписаться на канал а я всем желаю крепкого здоровья удачи и надеюсь до новых встреч всем спасибо и пока